Муж частенько критикует и ворчит. Мишку узнаете? Скажите, пожалуйста, как реагировать правильно. Если включать энергию дочери, то это придется почти весь день. Хлопать глазами и плакать. Как критикует и ворчит, это не гнев. Это к гневу не имеет отношения. Это он просто недовольный. А мужчина всегда недовольный. Мужчина это недовольное состояние сознания. То есть это его естественное состояние. Он довольный только когда он ест и спит. Причем с самого детства. С самого детства вообще. Как только первый раз он поел, он сразу стал довольный. Причем родился сразу немножко злой. И орал. Рождаться вообще это неприятная вещь. Вы плохо помните, как это происходило? Но это неприятно рождаться. Мальчики не любят рождаться, мальчики плохо боль терпят. Девочки легче рождаются, они по определению боль легче терпят. Поэтому девочки привыкли ко всем этим процедурам. Они легко в больницах сидят, им все это больше подходит. Мужчины все это не любят рождаться. Это ужасно для мужчины. Поэтому он рождается очень недовольный, не понимают, кем он родился. Это подозрительно вообще рождаться, потому что не понимаешь, кем ты родился. Самое опасное это когда мама подходит и лижет тебе в лицо. Вот это самый плохой знак. Самое это не к добру. Если мама лижет тебя в лицо. Это может быть, что ты не тем родился, кем надо. Не к добру это. Видели, как животные подпрыгивают от ужаса, но когда они себя первый раз видят в зеркало. Подпрыгивают на 3 метра вверх. Тигры не верят в озеро, смотрятся, что они так выглядят. Потому что это... Не этого они ожидали. То есть родился, ходил, ничего не понимал, потом как посмотрел в зеркало. Вот это я родился. Не к добру. Поэтому так же мальчик, он сразу рождается немножко вот такой вот. Немножко недовольный. Но его тут же накормили, он успокоился. Ну ладно, хоть кормят. Потом спать его жили. Ну в принципе система работает, как обычно. И так всю жизнь, ничего нового. Все просто. Начал ворчать, значит надо еду ему притащить. Если все равно ворчит, надо новой еды. Какую-то новую еду найти. То есть очень простые технологии общения с... Но это не гнев. То есть гнев это когда сначала дверь вылетает, потом появляется мужчина. Потом он бьет ногой по стене. Понимаете? Потом он орет. Про что непонятно орет? Просто орет. Все. Ну бывает. Не получилось что-то в жизни. Поэтому... А технологии правильно применяйте, которые мы с вами изучили? Это не гнев. А гнев вы знаете, что это такое. Гнев это другая энергия. По вашей лекции я поняла, что будущее создает человек сам. Так ли это? То есть судьбу творим мы сами. Правильно ли я поняла? Вы правильно поняли, да? В наставлениях Далай-Ламы я прочитал и так далее. Ну я же не Далай-Ламу, но обратитесь к Далай-Ламе. Я же не могу на вопросы по Далай-Ламе отличать. Что он говорит, вы у него спросите. Это же не было на моей лекции. Как найти внутреннюю силу? Ну это я сегодня уже отвечал. Надо общаться с уже сильными людьми. Тогда и наша сила пробуждается. Мы вторичны по своей природе. Мы резонируем на то, что находится вокруг нас. Поэтому если появляется сильная личность, мы все хотим быть сильными. Это естественно. Появляется умная личность, мы хотим быть умными. Появляется верная личность, мы хотим быть верными. Это естественно. Поэтому общайтесь с теми, кто вас привлекает. Муж умер 10 лет назад в самоубийстве. Как выйти сейчас замуж? Я одна, это теперь моя карма. Нет, если муж сам ушел, вы можете выходить замуж. То есть, раз это был не развод, а сам ушел человек, то вы можете спокойно выходить замуж через некоторое время. Действительно требуется какой-то промежуток, лет 5. Потом можно создавать семью, потому что это неумолимая вещь. Когда что-то неумолимо происходит, ну что делать? Мы не властны над неумолимыми вещами. Поэтому можно дальше продолжать свою семейную жизнь. Как отреагировать, если мама часто употребляет спиртные напитки? До и даже после смерти отца, ей уже 50 лет, сегодня она мне позвонила и сказала, чтобы я купила бутылку водки на день матерей. Если я не куплю, мы опять поссоримся. Она меня шантажирует. Чуть и так она не будет нянчиться с моей дочкой. И как правильно себя вести, чтобы ее исправить. Но я сомневаюсь, что мать, увлекающаяся алкоголем, это хороший воспитатель для вашей дочки. Поэтому подумайте, какой это шантаж вообще. Я бы сразу избавился от такого воспитателя. И не давал бы дочку матери, которая пьет. Если дочка с самого детства будет видеть пьяную бабушку, я сомневаюсь, что это хорошее воспитание. Поэтому это явно не шантаж. Чтобы вокруг нас не происходило, мы не должны на это реагировать, если это плохое. Если вам все говорят, давай, давай, под машину бросайся, бросайся, бросайся. Это интересно. Что они это говорят? Пусть говорят, что хотят. У нас есть свобода воли, никто не имеет права отнять нашу свободу воли. Но родители не могут отнять свободу воли у ребенка. Не могут. Поэтому ребенок свободен по своей природе. Если у него отнимают свободу воли, он уходит из семьи и все, убегает. Даже в маленьком возрасте может убежать из семьи. Живое существо имеет свободу воли, и мы больше вреда приносим, если идем на поводу. Потому что этим самым мы позволяем совершить победу человеку над своим, над, так сказать, победу над нами, а значит утвердиться в своей глупости. То есть вы согласились, и вы еще раз утвердили человека в его алкоголизме. Но если вы говорите, нет, и это не твердое, то вы тогда сеете осомнения. И да, это немножко болезненно, что глупость человека не поддерживает. Но это та боль, через которую надо пройти. Мы сегодня с вами уже об этом говорили. Больно, когда зуб вырывают. А тут вырвать бутылку, которая уже давно дома прижилась. Мы объясняли с вами, что есть три вида проблем. Проблемы, которые только начали возникать, их легко решать. Хронические проблемы, которые долго решать. Поэтому если это проблема хроническая, поймите, это на 10 лет минимум. То есть если вы сейчас начнете, 10 лет должно пройти. Через 10 лет может помочь. Но это хроническая проблема изначально. Что делать-то? Мы должны быть реалистами. Есть смертельные проблемы, когда уже ничем не поможет. Поэтому будем надеяться, что это не смертельная проблема, но мы должны быть реалистами. Мы должны очень решительно и целеустремленно не поддерживать грех на протяжении всего нашего общения. Я когда много-много лет назад, в самом начале своего пути, бросил курить. Мой курящий отец, он перестал при мне курить. Его что-то остановило, он не стал курить при мне. Я когда приходил домой к маме и папе, то папа стал выходить на улицу. Он не смог при мне курить. Понимаете? Все, в нем что-то вот. И он потом бросил курить. Потом бросил. Потом не смог. Ему стало стыдно. Даже ребенок бросил. И он тоже бросил. Перестал. То есть вот оно. То есть это действительно влияет на нашу целеустремленность, наша чистота, наша последовательность. Это то, что меняет других людей. Может им сначала, так сказать, не очень приятно, но лечебное поведение, оно неприятно. Понимаешь, что такое процедура? Вот так к вам приходит медсестра, говорит, берите полотенце, идите на процедуры. Знаете это слово, да? Как будто знакомы, нет? С полотенцем на процедуры. Я рад, что мало кому это знакомо. Но есть такая фраза, вы ее еще в своей жизни услышите. И те, кто знают, они понимают, да, это все, конечно, будет сейчас не очень приятно. С полотенцем на процедуры. Вряд ли все это будет приятно. Поэтому неприятно, но лечебно. Надо идти. Может то, что неприятно, но лечебно. Также и вы должны быть в этом случае врачом. Да не буду я пить. Вы сейчас меня можете всем залом заставлять выпить за день возникновения, то вы там, я не знаю, еще чего. Я не буду пить. Понимаете? Вот хоть что делаете? Хоть какие мне приводите доводы, что я обязан, я гость и должен приехать. Не буду я пить. И на голову потом рюмку стоять не буду. Сейчас не буду. То есть какие бы ни были у вас традиции, я пить не буду все равно. А некоторые есть очень жесткие традиции, прямо пить заставляют. Я в такие попадаю на ситуации, что никуда вообще. Кому же, кому-то деться некуда. Но я все равно не пью. Везде встречают, как-то, знаете, думают. Еще такой краснорожий мужик приехал. Надо точно ему сразу же налить. Они не верят, что я не пью. И мне приходится их обижать. Не буду я с вами пить, извините. И ничего. И все потом это принимают, уважают. Все счастливы и довольны, понимаете. Я уже так вот всех обижаю последние 25 лет. Или даже 30. Уже давно, понимаете. Что делать? И ничего. И никто еще смертельно не обиделся. И родители довольны. И все, с кем я работаю, тоже довольны. То есть будьте сильными. Будьте носителями чистоты, а не идите на поводу у грязи, даже если она от самых ближних исходит. Мало ли, что ближний говорит. Ближний тоже имеет право ошибаться и быть в заблуждениях. И желать зла ближний может. То есть когда ближний говорит, на, на, пейся, то он зла желает. Поэтому вы имеете право отказаться. Мы имеем право защищать себя, свою семью, свое тело. Это наша обязанность. Поэтому если вы не пьете яд, просто не пейте яд и все. Говорите, я яд не пью. Как бы он ни назывался, даже если он называется слеза монаха. Или монастырская. Или, знаете, интересно, мне нравится водка Абсолют. Продается тут такая Абсолют. Надо же так назвать. Ну, то есть как бы оно ни называлось, но это яд, вы это понимаете. И вы просто не соглашаетесь. То есть какой бы вам красивый молоток не предлагали, чтобы вы себя им по голове ударили. Не бейте себя молотком по голове, это понятно? Точно так же с алкоголем, понятно? Потому что алкоголь превращает вас в животных сразу же. Моментально. А реинкарнация на глазах. Люди говорят, я не верю в реинкарнацию. Два стакана водки и реинкарнация на твоих глазах. Хочешь увидеть себя в следующей жизни, а возьми камеру, включи и засними себя после двух стаканов водки. На каком языке ты будешь говорить и на каких лапах ты будешь ходить. Показательные выступления реинкарнации. Причем все примерно в одну форму жизни реинкарнируются. Похожие чем-то. Разобрались. Еще один. Последние бумажечки. Капать на мозги подчиненным за вредные привычки. Именно говорить, что от этого бывает. Это допустимое насилие. Они этому не рады. Это зависит от воли директора. Я знаю предприятия, на которых очень строгий контроль в этом плане. На многих предприятиях мира не берут на работу курящих людей принципиально. Просто не берут сразу. Изначально это как условия. Пьющих не берут. Нет. Ни курящих, ни пьющих не берут. На наркотики сразу же проверяют. А заставляют тесты проходить. На многих предприятиях мира. То есть никакой проблемы нет. Это некоторый вопрос с вашей стойкости, с кем вы работаете. Понимаете? Поэтому как вы это организуете, так и организуете. Если не можете организовать, ну что делать? Ну вот, капайте на мозги. Но это не значит, что вы их измените. Я уже говорил, менять других людей очень тяжело. Легче новых набрать. То есть если вы реально не хотите, чтобы на вашей работе курили, просто наберите не курящих людей и все. Очень простое решение. И люди наберутся, и будет другой коллектив совсем. Я видел, как это часто происходит. Очень интересно. Это требует некоторых наших вложений. Чтобы создать более высокий коллектив, высокого уровня, нужно аскезу какую-то совершить. Но если мы не идем на эту аскезу, то нужно работать с теми, кто есть. Ну а те, кто есть, они не обязаны меняться, поэтому хоть можете закапать им на мозге. Знаете, как в самолете иногда бывают самолеты, там штраф 10 тысяч долларов за курение в самолете. И надо лететь там 14 часов. И люди все равно идут в туалет и курят. И платят огромный штраф. То есть им уже все сказали, что самолет взорвется, сгорит, что нельзя курить. Штраф огромный уже выписали. Вот 10 раз дороже, чем билет штраф. И человек все равно идет в туалет и курит. Ну что вы можете сделать? Ничего на него не действует. Поэтому тут уже менеджмент. Это вопрос менеджмента. Как вы все устроите. Поэтому я с людьми, с которыми я работаю, я всегда сразу свои требования предъявляю. Очень жестко. У меня очень жесткие требования с людьми, с которыми я работаю. И находятся люди. Дольше приходится их искать, но они не находятся. Потому что много людей, которые хотят вести здоровый образ жизни. Их реально много. Поэтому это вопрос больше менеджмента. Потому что менять уже человека, но который созрел, очень трудно менять. Он только будет вас ненавидеть еще больше. Правда ли, что успех зависит от прошлой жизни? Если в прошлой жизни делались хорошие поступки, то в настоящей жизни более успешен. Да, это правда. Мы говорили об этом, что сегодня прямо говорили, что наше настоящее это результат нашего прошлого. Наше будущее это результат нашего настоящего. Есть время. И семенам надо какое-то время всходить. То есть урожай сразу не вырастает. Мы урожай весной садим, а осень он всходит. Точно так же и наши добрые дела, наши поступки. Мы их посадили, потом они через какое-то время всходят. Поэтому на следующую жизнь переваливаются. Поэтому человек иногда ничего не делает, а деньги к нему приходят. Замечали? Вообще обнаглевшие типы. Понимаете? И все им завидуют. Но они уже отработали свое. Они уже что-то сделали. Они уже какую-то работу совершили. Просто сейчас с ним зарплата пришла. И они эту зарплату получают. Как пенсия. А пенсионер же вроде ничего не делает, но деньги ему дают. Но он уже отработал свое. Поэтому ему денежку дают. В этом принцип. То есть мы просто не видим, откуда оно приходит. Но была причина, чтобы прийти. Ничего так просто не происходит в этом мире. Это причинно-следственная связь. Она естественная. Энергия не уничтожается в этом мире. Поэтому пришла, пришла. Поэтому, как мы говорили сегодня, опять-таки, меняйте настоящее. У вас изменится будущее. И в настоящем будет жить веселее. И будущее поменяется. Потому что оно сразу же начинает меняться. Если я делаю добрые дела, у меня не в будущем счастье приходит. У меня сейчас сразу счастье приходит.